Всем привет! Сегодня у нас в гостях участница регионального профессионального конкурса «Открытие», ставшая лучшей в номинации «Молодые педагоги-психологи» Блинова Анастасия. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о своем образовании, чем вы занимаетесь и что вас привело к участию в конкурсе. Я в 2020 году закончила наш гуманитарно-педагогический институт по специальности психолог. И благодаря нашему университету мне удостоилась такая возможность пойти работать в школу по своей профессии педагогом-психологом. В конкурсе я приняла участие благодаря нашим методистам, которые предложили принять участие. Но я изначально почему-то сомневалась в своих силах, но по итогу получилось выиграть. Получается, вы после университета сразу трудоустроились в школу? Я полгода была в поисках себя, вот, и уже не ожидала никаких там продвижений по карьерной лестнице по образованию. Но мне вдруг в феврале прошлого года позвонили с кафедры и предложили вот пойти в школу учить, работать. И чем вы занимаетесь в школе? В школе очень много видов деятельности. Я работаю педагогом-психологом, мы работаем со всеми участниками образовательного процесса. Это и дети, и родители, и законные представители. Также педагоги обращаются за помощью к психологу. Также у меня есть классное руководство. Я сразу же взяла под опеку деток. Сейчас они уже в седьмом классе. И также я веду внеурочные занятия по психологии. Здорово. Расскажите теперь, пожалуйста, о самом конкурсе, какие задания там были и в каком формате он проходил. Сам конкурс проходил в дистанционном формате, но заданий все равно было достаточно много. Требовалась подготовка основательная. Всего было 4 задания, но, как я сказала, уже такие достаточно объемные. Нужно было написать эссе. У меня была тема «Письмо молодому специалисту-психологу». Потом мне нужно было написать план-конспект занятия с детьми. Вот я проводила для подростков. Также нужно было заснять видео урока. Я провела в формате тренинга занятия также с подростками. И составить проект. Проектная деятельность, последнее задание. И какой был у вас проект? Ой, проект мне очень помогла наша методист. Дала идею, мы ее реализовали. Также мы ее вводим в школах нашего города. Это создание формы запроса на работу с психологом. Мы хотим создать такую единую форму, которая помогла бы фиксировать факт обращения к педагогу-психологу, причину и дальнейшие уже действия, которые мы будем проводить с детьми, либо с родителями. А никак не мешало вашей работе вот это вот участие в конкурсе? Ой, нет, конечно. Потому что у меня каждый день есть как профилактика, да, где я также пишу план конспект. Кстати, вот мой план конспект я сейчас реализую. Он наоборот у меня уже как готова заготовка для работы с детьми. Проект то же самое я сейчас его реализую у нас в школе. То есть все, с чем я работала на конкурсе, я внедряю еще и в свою деятельность. Это не так, что я выполнила и положила в дальний ящик. Очень здорово. Как мне известно, вы участвовали в конкурсе со своей сестрой Викторией, которая стала лучшей в номинации «Молодые учителя начальных классов». Расскажите, пожалуйста, в чем было отличие ваших заданий, вот и какой был у нее проект, на какую тему она писала эссе? Да, задания были такие же, вот вы правильно сказали, темы отличались. У нее было письмо «Моя профессия – учитель начальных классов». Она участвовала в номинации «Молодые учителя начальных школы». Вот, а проект у нее был по скорочтению. Такого предмета нет в начальной школе, но все равно она активно помогает деткам научиться быстро читать. И вот она разработку делала, как это реализовать. Сами ли вы готовились к этому конкурсу или вам кто-то помогал? Может быть, был какой-нибудь куратор у вас? Ну, вообще, так я сказала, мой методист, Ирина Викторовна, мне дала именно зачин для проекта. Вот, также я обращалась к нашим специалистам, педагогам нашей школы. Допустим, вот эссе я написала сама, но все-таки мне была необходима консультация специалиста, чтобы грамотно тоже составить. Я обращалась к учителю русского языка нашей школы. Ну, и как бы сами знания, я вообще безгранична благодарна педагогам нашего университета, моему куратору, которая и приучила быть активными, да, участвовать. Если бы не наши специалисты еще в институте, наверное, я бы не достигла бы таких успехов, как сейчас. А что нового принесло в вашу жизнь и участие в этом конкурсе? Может быть, вы получили какой-то бесценный опыт? Да, конечно. Вот, как я говорю, что те наработки, которые я, да, делала для конкурса, я их использую сейчас. Вообще, вся моя деятельность, так как я молодой специалист, многому приходится учиться, ну, вот, на своем опыте сейчас в работе. И когда вот я готовилась, я много литературы читала, да, чтобы грамотно, опять же, составить тот же проект. Положила в свою копилочку знаний какие-то, да, моменты. Ну, и также вот я убедилась, что эта профессия мне очень интересна, потому что сами задания были интересны, и они позволили раскрыть свой творческий потенциал, потому что было бы скучно писать, да, на какую-то, допустим, тему обыденную. Вот, а также удалось много почитать интересного и в дальнейшем применять сейчас в своей работе. Участвовали ли вы еще когда-нибудь в подобных конкурсах? Ой, нет, это мой дебют именно в конкурсах. Но даже вот сейчас, имея опыт у меня, вот, почти вот в следующем месяце будет год, как я работаю в школе, у меня уже был опыт выступать на городских методобъединениях, наших психологических встречах с другими педагогами. Вот, поэтому потихонечку пробиваюсь в круг профессиональный. А советовали бы вы молодым студентам, не знаю, учителям, педагогам участвовать во всевозможных конкурсах, подобных мероприятиях? Да, конечно, обязательно, потому что, как я сказала, что я сначала сомневалась в своих силах, да, что я вообще думала, что у меня еще мало знаний, да, но, как оказалось, уже этого достаточно, чтобы выиграть такой конкурс. И вообще, я даже вот, когда общаюсь с студентами, еще, да, бакалаврами, которые сомневаются, идти, идти им по профессии, или, то, говорю, конечно же, идите, это такой шанс дается стать молодым специалистом уже сейчас, свой опыт нарабатывать, когда, если не сейчас? Вот вы рассказывали о своих проектах. Их вы планируете реализовать все-таки, да, что свой, что ваша сестра, да? Да, конечно, моя сестра уже это реализует на своих уроках по чтению, они, я даже сама присутствовала, очень интересные методики она использует, и действительно, детки, которые у нее второй класс, они уже читают на уровне третьеклассников очень быстро, с выражением, главное, это осмысленное чтение происходит. А свой проект, да, я его и уже презентовала на наших метод-объединениях психологов, и мы дорабатываем по разным направлениям, да, как бы можно было использовать эту форму запроса, потому что, как таковой единой формы нету, которую могли бы использовать все, и будет очень хорошо, если у вас все-таки получится это реализовать. И какие примерные сроки у реализации вашего проекта? Как бы мы потихонечку дорабатываем, да, но вот, например, как сейчас есть, мы уже разослали по школам, и вот я активно использую эту форму, и я думаю, что другие школы тоже уже прислушались, потому что я на своих примерах, да, работы, как мне было тяжело без этой формы, да, и как мне сейчас легче, допустим, подтвердить, да, свою деятельность благодаря то ли всего лишь этой форме запроса. Спасибо большое за то, что вы пришли к нам, рассказали об участии в конкурсе, надеюсь, для многих это было полезно, и молодые студенты, начинающие педагоги не будут бояться участвовать в подобных конкурсах и будут создавать свои проекты и также их реализовывать. Да, спасибо большое, я очень хотела бы, чтобы в коллективе педагогическом было все больше молодых специалистов, поэтому мы ждем вас. На этом все, смотрите нас на официальном сайте и в социальных сетях, подписывайтесь, оставляйте комментарии, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok